Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Ничего этого не будет. Если официально она приехала, допустим, они как беженцы, ну, назовем так, сдвинулись с места где-то и оказались там, ясно, без помощи мы не оставим. Это абсолютно определенно. Где-то устроиться, на квартире вначале, свое жилье-то вы не путайте, там все тоже дорогое где-то, но быть среди своих. Среди своих и меня нет, умер там, это с этого нет. Ну, все русские люди. А это что, знание языка-то, научитесь лопотать там по-французски, это никому не надо. Вы знаете, как Наполеона армия отступила и по лесам везде эти рассыпались, а потом выходили голодные, так людям, крестьянам протягивали руки, шерами. И так дальше, шерамишки эти пошли, шерамишки откуда? Армию 600 тысяч пригнал и 1030 вывел только где-то. Россия, она неприступная. Россия кончится и миру конец. Это такие, да и пророчества видно, какие правители были, приходили к Гитлях, ребят всем сломался. И все закончилось на этом. Никто не думал, к Москве подпер. По 70 километров в день шел. Рухнуло все. Невозвратно. Ничего подобного. Роль. Сейчас Россия там издевается, арбутное счастье она выполняет. Да не о России речь-то идет, это план Божий, проецируется на землю, он уже запланированный. Это признать надо и быть своим народом. Я вот смотрел, где Герасию, которая есть, естественно, это же вопрос задают, а как? У нас еще нет, мы обещать ничего не можем. Какая работа? Работа на вот это. Ты дояркой можешь быть, корову доить умеешь? Какая тебе тут корова-то? Только так, за собой убрать. И считается чистота, там живут. Друг на друге сидят. Собаку вывести не в какую-то, поугадить, машину поставить. Ну какая-то жизнь, жизнь-то. Один раз живут, у нас простор. Глаз сколько хватает до горизонта. Мы живем не в горах. Пошел покупать, а свой покупок никого не нужен. Ну работать надо. У нас старостов, он первый приехал. Приехал еще ребенок и жена. Не закончил высшую учебницу, приехала она за учительницу. Теперь у него 4 или 6 тракторов. Все есть. На столе у него уже не там курицы, а у него 30 с лишним голов крупного рогатого скота. Там овечек, наверное, не меньше 30. Пашня 180 гектаров. У него обширится. Букар на столе, там из 20 блюд. Все. Эти микроволновые там, это же. Там у него все. Он ни рубля не должен никому. Дочка в медицинские заканчивает, сын там в строительном, он, так сказать, учится где-то. Вот. Меньше там дома. Везде почет, уважение. Он идет в его стать русского человека. Русский человек всегда был достойный. Было еще его выделять. Россия пол Европы кормила им маслом. Это Бог допустил, раз не оценили. Это надо принять с благодарением. Если вы были рядом, ну, где-то в Алтайке, там, 50 километров. Я понимаю, какой раз, а что приглашать? Она на полном серьезе будет думать, в долги залезет. И спрашивает, а ради чего? Нету, сиди голубушка на месте. Никуда я вас не приглашаю. А если вы приехали, повторяю, вот как, допустим, с Украины, там, Беларусь это более стабильное. И приехали туда. А тут они, ясно дело, поселились. Это не важно. Да и одна. С мамой. Папа, папа, он никуда не поедет. Это его родина. Вы связаны. У вас не разделяются никак. Допустим, французами. Им это на первых парах проходит. А дальше начинается вот это калибанилие. Вы просто ассимилируетесь. Такие, как они будете. Вам все ни по чем. И такая вера, не вера. Какая это вера? Где мы были, поговорили даже не о чем-то. И одеяние, и форма, и поведение. Все говорить. Никакой веры там нет. Вера это ину. Ино бытие. Это иная жизнь. Ну, нет ничего этого. Мы в дороге-то видим, у меня верхушку только. Но проезжаю, разговариваю. Какая радостная русская, когда у них вот это вот где-то вместе собирается. Вот мы говорим, в Лиссабоне. Астане, это в Греции, там между собой, там ссорятся где-то. Настоящей жизни нет. Настоящая жизнь во Христе это доверие. Доверие братству. Вот мы собираемся, когда, ну, даже было, я остудился. И следователь говорит, а может к вам прийти? Она нас один наклеветал. Она, а может я сына с собой возьму? Можно. А может я поговорю с кем-нибудь из ваших прихожан? Можно. После службы у нас трапеза поели. Гляжу, она собирается домой. Собрание прошло. Я говорю, а что вы? А что тут беседовать, говорит. Одна большая дружная семья. Она следователь не нашего круга. Первый раз. В Потеревке допрашивали меня также. Зампрокурора приехала, послали. Против нас возлили, у нее уголовного дела возлили. И ничего не подтвердилось. И она говорит, а можно я своего ребенка по влаге пришлю? В полупрокурор. Она говорит о чем? Что она не пошла ни у кого не по воде. Она пленена была тем, что увидела. Эту радость и прочее. Следователи приезжают. Вот я там журнал. Следователь, журналисты. На столе лежит. Воздух себе старается потерявки сохранить. Еще хоть на один глоток. Прочитайте просто этот журнал, который номер третий. И вы никому не отдавайте это для вас. Это журналисты лично для вас. Вот так. То есть они рядом живущие в потерявке. Жена у него районный центр, там 50 километров. Приезжает, потеряю. Погорнется. Ну, побыл-то он там час-полтора. И жена говорит, меня все равно спать. Володя, еще с тобой. Он в потерявке был. Он не то, что я это восхваляю как-то. Это обстановка. Все освещенное. Ну, вот это она жизнь. Вы здесь не будете сто лет жить тоже. У меня бабушка там 80, мама 86 прожила. Отец изорванный весь на фронте. И то 76 лет прожил. Да кажись-то какая. Каждая букашка глаз радует. Ну, чужое. Ну, не повернусь, все никуда выйти. Даже собаку вывезти. И то бляжу. Все один оттуда смотрите. А уж не знаю, куда увезти. По легкому сайту некуда. Тьфу. Отец у меня как-то приехал в Ревриху. К сыну, батюшке-то. Ну, ноги-то больно. Он так поднялся на второй. А там двухэтажный только. Тьфу. Каждый день сидеть. Ни петуха, ни курицы нету, ни запарют. Ничего нету. Я лежал бы целый день, глаза пущу. Да что я делаю? Я выйду. Везде я там где-то что-то убрал. Где-то сделал в огороде. Все растет. Подошел, сорвал. Мы же не знаем, это покупать-то ничего. Все сделали. Даже я вот как в городе живу. Ну, знаете, там полученный дом. И то. Там и деревья растут. Тут яблони растут. Тут черешня. Тут лук. Тут чабель. Вышел, пошел. В река. Вот ты никому не нужен. То есть нужен. Все знают. Все здоровы. А здесь все там. Переезжать, если будете. В гости не ездить к нам. Потому что это лишние траты. Ничего она не даст. Это только переживания себе и другие. Я официально могу только запретить вам приезжать. На это я имею право. И не подумай почему-то. Это мне очень понравилось. Я просто полюбил тебя. Полюбил по-хорошему. По просто по отзывчинности вашей где-то. Даже вот это вот постное такое. Для меня это все близко. Я этим живу. Потому что. Что побыли здесь благодарны вам. Ну и желаю вам возвращения на родину. Но как это когда отец здесь. Ему там не сладко будет. Еще вида не сделать. Если вы одни возвратитесь. Мать. Еще больше. Было бы у вас 10 тер. А то один это 100%. У нас вот 10 тер было. Ну один как цыпленок у курицы. Она похвохтала. Потеряла цыпленка. Ну и успокоилась. А то один. Все. Вы, для них, свет в овощах. Что не так. Ну даже здесь ты выйдешь за какого-то. Веру окончательно потеряешь. Ну на первых порах. Чтобы тебя приблизить. Завладеть тобой. Он может там сказать. Вот тебе ладно. Ты молись. А потом у тебя иконы. Поехали. Все за иконки. Больше не мыркого сидела. А это одежда свою сбрось. Нацепляла на себя. Скажет тряпок такая. Ты сделай так как все делают. Буду я отвечать. Что за ображение. Монашка там назовут. А тут и монашка не назовут. Она будет смотреть как на еродивую. И в классе ты будешь без платка. Ты будешь филолог. Сопливый. Никому ты не можешь. Поэтому я учусь. Чтобы французские где-то за границей преподавали. Да. Ну это понятно. Ты не вздумай только обижаться на меня. Ну я. Я говорю. Я можно сказать. Я убрал аппарат с этим похоже. Про Анну. Значит искала работу. И устаивалась в контору шоурумы. Где автомобили. И она поставила одно условие. Когда пришла на собеседование. Поставила одно условие. Что она будет в платке. И вопрос решался через Москву. Что разрешить. То есть принять ее. Чтобы она в платке была. В России тоже есть. На паспорт сфотографируется. У татары. И они там меч же свое решал. И это не надо комплект этого. И наконец они добились. И в платке сфотографируется на паспорт. Даже это нельзя. Нельзя. Ну понятно. Это мировое правительство. Они гонят. Я мировое противство не обвиняю. Потому что. Что творится в мире. И они же сидят разбираются. Нам еще свидетели. Давайте в конце концов. Проводить к порядку. Одна сессива. Разве плохо так. Все ограждено. Преступников любого поймать они могут. Их-то понять. Если они думают. Так оставим миллиард. А эти 6 миллиардов. В отвал. Разную отраву. В пищу взять. Давать трейлеры. И рассеивать воздух. Понятно что. Капутим. Ну и. Я с их позиций уже разбираю. Если Бога-то нет. Лучше Гитлера никого нет. Естественный отбор. Ненужных в отвал. Хорошая нация. Выводить лучшую породу людей. Ну люди. Если это стадное животное. Карл Марксправ тогда был. Это при одном условии. Что нет Бога. Гитлер это гениальнейший человек был. Которого за 2000 лет не было. Но при условии. Что нет Бога. Если Бог есть. Это был сатана в человеческом образе. Дьявол. Безжалостный. Жестокий. Самое главное. Он покусился на богоизбранный еврейский народ. Это была смерть его. Та же как у Сталина. Решите еврейский вопрос. Еврейский вопрос решается только благословением этого Божьего народа. Никогда нигде не присоединяйся похурить этот народ. Благословляющих его я благословлю. Господь говорит. А проклинающих прокляну. Это первое. Не тронь. Никогда не присоединяйся. Отойди помолись поплачь. Чтобы этот народ принял мессию Христа. А не того которого они ждут. Бешаха. Антихриста. И это последнее благословение. Плати. Даже с этого. Где ты работаешь там. Десятину священства. Десятую часть. Господь говорит. И я тебя благословлю. Все остальное. Ну остальное. Как Богу угодно. Вы связаны. Если бы были просто одна. Вот одна жила здесь. Я бы смело сказал. Бросайте это все. То есть продай, отдай. Садимся в машину и поехали. И мы же через месяц будем дома. Через два месяца. А там устроилось бы все как-то. И еще. Оставайся одна. Не выходи замуж. Это я могу сказать определенно. Ты такой хомутный денешь. Это не мамкина биография будет. Еще хлеще. Дети не будут знать русского языка. Ни веры. Ничего нет. И ты нудную эту упряжку будешь тянуть на себе. Ну как верующая. Ты будешь где-то терпеть. А постепенно все это сгладится. И ты такая же будешь. Подолбыши колен. Разрезанное все у тебя. А кого смотреть-то все морщина уже. Спущенное. Ну вот это я вижу реально просто как посмотреть. Мать бы сейчас решительно решилась. А что она решилась-то? Она мужем связана. Вы же одних не принимаете и потеряете в кужейке? Кого? Одних людей не принимаем. Не принимаем одних. Одинокий нет. Он не приживется. Это надо заготавливать. Все. И нет. У нас были даже мужчины. Даже работящие. Ничего не получится. Ну нет. Никак. Даже чуть-чуть. Это видишь. Это самообеспечение. Никто ходить не будет. Каждый себя тянет. Там работа на работу. Там покос. Машины. Сено. Зимой давать. Выносить. Поить. Это работа. Встают раны. Ложатся позы. Это жизнь настоящая. Ту, которую Господь заповедовал. В поте лица будешь есть хлеб твой. Ну вот. Нет. Одному это невозможно. Это нереально. Даже так вот приехать где-то. Ну допустим. Ну нашлась у нас где-то. На квартиру встать-то. Ну и еще дальше устроилась. Не знаю даже как. Даже хоть при больной матери. Даже это Ольга Соклакова. А остальные это как. Мужчина это попроще. Да еще в возрасте, когда он работает. Да еще специальность востребована. А если этого ничего нет уж. Сиди где сидишь. Но тут ты должна быть настоящей христианкой. Твердо неси правила. Вот у меня эпиграфом взято сейчас. Псалом 118. 164 стих. 7 кратно в день прославляю тебя. 7 кратно. За суды правды твоей. Мучись молиться. Пересмотри все утренние правила. Вечерние днем. Как свободное время. И у тебя я буду самое близкое. Ты что ты придумала тут. Чтобы никаких становись перед святыми образами. Ты святое. И сто поклонов. И о нужных мирах. О правителях. Узнать кто. Городом руководит мэр. За всех молись. Твоя жизнь будет в Боге. Лишнее время за интернетом не сиди. Книги теперь есть. Глаза не порти. Все у вас есть. Книг к вам таких вот так хватит. Но найди за кем-то ухаживать. Узнать где-то больные у вас есть. Кому какая-то нужна помощь. Ты должна быть востребована. У кого-то есть много ребятишек. По этим храмам она не может. Ну договоритесь в одно место ребятишек. Сгорнуть. Пошла там посидела. Поводилась. Ты свободна. У тебя защитника нету. Не может. У тебя один защитник Бог. Об этом много говорит Иоанн Златоуст. Разница большая. Одинокая. Заботиться. Заботиться. Как угодить Господу. Так вот заботиться об этом. Как угодить Господу. Как угодить Господу. Жить по его святым заповедям. Не роптать. И все силы приложить на то, чтобы творить добро. Социальное служение, как у нас говорят. Социальное. Кому-то. Ну вот все. Какая тут жизнь. Я просто возвращаюсь к тому, что. Что-то холодильник, то туалет. Раньше бы я даже не пошел в туалет. Стал бесстыдствую какой. Тут кухня, тут туалет. Не принято. Я вырос там в другой обстановке. У нас все по-другому было. Вот так дорогая. И на работе везде будет платочка. Потому что женщина, молящаяся. С непокрытой головой подстыжает голову. Какое у вас роста? У меня 183. Вот выше. На 11 сантиметров выше меня. У меня 172. Я вчера что-то так задумался. Я о вас думал. И всю ночь интересный сон был. Какой-то где-то видели, скотину везли. И скотина у него развалилась. Скотина разбежалась. И он на газели, ее загоняет. Ездит. Я думаю, не на нашей ли газели. Это во сне. Встать. С собакой шевелиться. Мне ее тронуть никак нельзя. Я опять лежа на спине. Так лежал и молился. Я давно встал. Часа два назад. Сейчас он перемал. Мы благодарны за знакомство. Вот я исправник. Это материна молитва? Да. Сохранила. Ну сама посмотри. Обстоятельства меняются очень быстро иногда. И может случиться так. Знаю, у вас есть друзья. Это я могу сказать. Определенно. Если у нас приедешь. Ночевать будет где. Ну и поесть есть что будет. Что зря обещать. У меня детский лагерь. И там наготовлено. Раздаю каждый год. Мука. Стряпать. И все сама должна делать. И блины. И пироги. Вот. Ну отпускаем нас. А ты помолимся ему. Удержим. Господь и Бог мой. Слава тебе. Ты дивный велик. Ты защитил нас в пути. От множества опасностей. Как ты провел нас в этой Турции. Не знающий тебя. Слава тебе. Ты крепко встряхнул нас. И поставил на молитву. Это все в твоей власти. Научи не вспомнить все твои благодеяния, оказанные нам. И это место незнакомое на север. Оно стало нам близким. Обрати отца их. Дай ему веру. И о чем мы рассуждали. А ты сам все устрои. Твоя причистая кровь. Пролитая, пролитая на Голгофском кресте, сродняет нас. Мы дети твои. Помилуй нас, Владыка. Приготовь к исходу из этой жизни. Соделай так, чтобы в нас были те же чувствования, что в тебе Христос и Иисус. И между нами в пути доводит мир и согласие по Слову Твоему. Любовь Твоя объявляет нас. Мы верим в скорое Твое пришествие и в великие потрясения над миром. Горе, живущим на земле. Ибо к ним сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. Сохрани всех, кто будет приходить сюда. Это место доводит в неблагословенном. Чтобы здесь открывалась Святая Библия. И изучали законы Твои, стараясь во всем угодить Тебе. Слава Тебе, наш Иисус. Хвала Тебе, нераздельная Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А дверь, кто у меня открыта, я собаку кормил, сухарю размощал. И в это время залаял. Но обычно, все-таки, это некие ходали. И в Городе, где мы продолжали, все-таки, это не только кто-то проводит. Но я такой шоколадный. Но я с вами получаю покрытие. Открытие на дюймон. Чтобы они воздавлены. что на случай, сам не предвидит, у нас здесь мощница, у нас тут вода приведет, у нас, в общем, небольшая, в общем, ведет, но он обещается в воздухе, а где-то остается. Ну, это пока, потому что коллеги в воздух выражают мою душу, он на вернемся, разводит, тоже так, но он на вернемся, но рядом родители, с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Уезжаем на Германию, племянница Надежды Валентине Сортисон. Провожает Жанна нас. Все, поехали! Да благословит Господь! На славу Божию! Ну, что-то ты, опусти маленько. У тебя один рот видно, ты глаза открой, ты уже камера. Вот так, маленько. Ну, добрый день. Добрый день, ведь собралась к тебе на Берсиевку ехать. Подожди, сейчас громче сделаю. Сейчас-то пусть она это возьмет. Таня мне сообщила, я собралась на Берсиевку к отцу Кириллу ехать. Так? Ну, видно, поспешила, упала и руку поломала. Во, видишь, сижу. Сейчас с вами делаю. Морца Кирилла как раз и были, то, ой-ой-ой. И никуда не поехала, вот и сижу в доме. А мы отца Кирилла там задержались, пожили. Ну, я все посмотрела. Мне и хотелось и к отцу Кириллу с вами там видеться. Ну, вот видишь, где теперь мы встретились-то. Позавчера, позавчера звонила Маринке, говорю, ну, где там миссионеры? Да что-то не слышно, нигде не найду вас, ничего. Она говорит, да были, уехали. Ну, слава Богу, живы здоровы. Ну, вчера мы во Франции, у Жанны были, справник. Ну, вот сегодня мы здесь недолго побудем, сколько, сейчас полтора. И едем к Валентине с Артисонкой. А, а я думала, Валентина говорит во Франции, она в Германии живет. Она в Германии. От нее тогда мы сокращаем поездку, потому что с машиной что-то неладно. И нас уже на эвакуаторе увозили. И поэтому мы в Швейцарию уже не заехали. Там Лихтенштейн это все рядом. Ночью промахнули мимо Монако. То есть план был попутно. Ну, зато мы были где хотели. В Лиссабоне, в Португалии, в Испании. Слушай, как надо было заехать к русске, кто вот ремонтирует машины. Они же мы сделали. А где? Где? В Испании. В Испании. А когда недалеко от этого, от Мюнхена, там знакомый наш сосед живет. У него своя мастерская. Все. Саша кин. Я не знаю. Шофер, иди отвечай. Я ничего не отвечаю. Ну, Николай, садись сюда. Игорь Тихонович, ну ничего отвечать. Ну, Мюнхен, это туда вот ехать, потом сюда ехать. Ну, что ездить никак. Мы от Валентины, от Валентины мы через сколько там, может, день-два побудем. Ужимали. Вчера только направлялись мы, думали так, все. Это в Бельгию. Там целое гнездо. Вот. Но из-за машины изменили маршрут. И вот уже они во Франции заехали из правника и сюда. А отсюда нам путь принадлежит, если все благополучно будет. В Дании, в Скандинавии, в нашей Швеции, в Норвегии и в Хельсинки на нас уже забронировали на паром. На 28-м. Но вам в Англию-то заедете? Никак. В Англии отказали. Они продержали, промурыжили нас. Мы шельгинский срок из-за них неделю потеряли. И по сегодняшний день не знают они. Но я причину-то знаю. Причин никаких нет. Во-первых, приглашение выступить у них на конференции от протестантского пастора. Приглашение. Это редкий случай такой. Даша, мы едем второй раз. Кто первый раз за границей, большое затруднение. И всего на 10 дней. А на самом деле мы не больше бы пяти были. Отказ был для всех настолько неожиданный, что ни один человек не ожидал. С чем это связано? Но удивительно, когда мы поехали последний раз в консульство. Или в посольство. Мы были в Москве. С батюшкой. Даже с батюшкой. Не с отцом Кириллом. Еще один. И он говорит. Вы едете туда. Это же самый центр масонства. Едете. И он маленько погодя. И опять. Дорога идем. Он опять повторяет. Я думаю, зачем он повторяет? Это же я знаю. Но я выпускал материалы масонства. Пленки были М1, М5. Я почти 14 лет этот материал по частям собирал. И, видимо, этот материал все-таки у масонных есть. Встречает меня. Он один из лучших журналистов. Он был в Потеряевке. Вот для слова Божия нет уст. И там, кажется, две статьи. Между Колосьев и Звезд. Черников. Александр Тихонович. Встречает меня на вокзале и говорит. Ну, это масонская организация. Свобода. Радио. Заказали статью против вас. Специально. Я говорю, ну еще. Ну что, пишу две недели. Говорит, уже ничего не получается. Я говорю, а почему не получается? Да ничего нет. Все хорошее. А им-то статья-то должна быть какая-то другая. Я говорю, зачем же ты взялся-то за это? И у него такое несчастье было. Где-то он занял денег, видимо, у братков-то. Ему вовремя не рассчитался. Отключили счетчики. Он избраннул и куда-то сбежал-то. Заказчик-то. Или исполнитель. Я поэтому увязываю. Как-то это все-таки, видимо, связано. Потому что там нам приготовили встречу. Многократно отпуск подгоняли. Ехать по Англии, по Шотландии. Города. Уже все назначено было. Ждали. Они написали только горько до слез, что так получилось. А они зацепились за что? Что в приглашении не указано число. Они не могли указать на то, что там масоны. Это, конечно, нет. И будто бы по 2 тысячи евро на 10 дней нам не хватит. Видишь, 2 тысячи евро на 10 дней. Хотя мы на самом деле 5 дней. Но явно, что это надуманное. Первая причина и вторая. Которые нам кое-как паспорта выдрали. Так мы молились. Господи, верни нам паспорта. Мы уже об открытии выезда даже и не думали. Ни в Барна. А ехать в Новосибирск. Сдавать отпечатки пальцев. Там в Роговицу. Все это снимали с нас. И вдруг нету. Сроки прошли. Нету. Тогда мы там поставили Алешу Устинова. Выпустили 3 на него доверенности. Его представили. И он там должен был каждый день звонить, приезжать. Больше всего боялись, что они вышли. А мы в это время оттуда выехали. Ну, она договорилась. И получилось так, что мы их захватили здесь. Никто и не думал высылать. И тогда в консульство поехали. Там священник с нами. И отсюда уже где визованный центр. Из визового центра. Они из Московского позвонили. И там нам все-таки выдали. Выдали. Опять они визовый центр. Там мы получили паспорт. Открыли. До того удивлено. Нет ничего. Как ничего? То есть никто не ожидал этого. И мы поняли, это милость Божия. Отчего-то нас Господь охраняет. А все по воле Божией. Бог знает. За нас столько молятся, даже не высказан. Может, там мы ждали не только, чтобы послушать тебя, а ждали и другие. Там? Надо убрать. Там, я говорю про Англию. Мне кажется, они как-то тщательно не готовились. По всей Шотландии проехать. Там людей предупредили. Там протестанты. Русская зарубежная церковь в Лондоне, где Антоний Блюм был. Они такую программу выстроили. Я сказал, мы не можем больше трех дней. Мы вообще нигде не останавливаемся. Он в ответ только сказал, королева обидится. Ну и вот без королевы обошлись. Это уж они минимум, думали, выписали на две недели нам приглашение. Но это не без воли Божии. Мы с ним сейчас еще раз выйдем на него. Андрей его звать. Он латыш из Латвии. Ну и если Господь благословит, мы оставили для них вчера там полных комплектов. Я подарил Жене один комплект. Ему и для Англии Шотландии и Рвадии. Фактически пять комплектов мы оставили во Франции. Они думали тогда оставить Валентина Старкессона. Это намного дальше, труднее ехать. И нам сразу сказали, лучше там. У них там три часа поездом из Парижа они здесь будут. Вот такое наше положение. Пока программа практически не изменилась. Потому что если мы оттуда, из Хельсинки, нас отправят в Таллинн. Это Эстония, Латвия, Литва. В Латвии я обратился обязательно побыть, все заснять, поклониться. Можно было даже на кладбище съехать, Михаила Анау верить, Литва. И дальше уходим в Россию. У нас ставка нынче, это 3800 килограмм книг. Мы отставили в Калужскую область. И тогда оттуда мы уходим на север. В Санкт-Петербург и дома даже до Мурганска. Ну вас Украина еще подвела. А никак, не пустили нас. Украина намерство закрыта. Почему пошли на Грузию? Уже южным путем. Вы уже не смогла такой круг делать. Да, круг-то это ладно через Грузию. Когда мы наехали в машину, что такое? Оказывается, там обвал. И КП закрыто. И мы сунулись на грузинскую территорию. Уже все. Мертвые. Пришлось назад поворачивать через Чечню, Азербайджан и Турцию. 1700 километров лишних сделали. И два раза нас затормозили в Азербайджане и Турции. По 12 часов на таможне промурыжили. Это не выскажешь что-то. Представь себе, ни собаку не вывезти, ни самим сходить. Ну кое-кое-кое как там это. Просто пробили дорогу. Господь сделал так. Но свидетельство бесчеловеческого фактора, как я говорю, было самое большое в Турции. Мы 12 часов стояли, прямо у них там на виду. Народ идет, там тысяча людей. Мы молились и молились. И Господь открыл дверь. Там вокруг нас нацеплялось столько шатий и братьев. Там взятки 600 евро. Но Господь сделал так, чтобы выпустили нас. А тут везде на каждом пути дороги берут. Только пройдем маленько берут. Опять деньги берут. Шлагбаум перекрывает дорогу. Плати деньги. Да и деньги-то какие? Это не просто деньги. На заправку 50, почти евро. И здесь под 48. Где-то меньше, где-то больше. Деньги как река текут. Все научились брать? Ну, не так же. 20 километров в Греции пройдешь, остановка, плати. Проверить 50 километров, плати. Опять перекрытое. Я посмотрел этих ящиков, в которых люди сидят, деньги берут. 24 на одной остановке. И ответ один, у них ничего нету, ни нефти, ничего нету. А вот Азербайджан заехал, там Плитанские там выписали, все, у них нет. Ну, как в России. И бесплатно. Хотя, не бесплатно, это бы заплатили. А в России вообще. Такая в тесне. А, сейчас. Она поет, она говорит, подумать страшно мне теперь, когда бы не ту открыл ту дверь, не той улицы, и прошел, меня не встретил, не нашел. Мог бы не ту дверь открыть, там, где были рабочие. Я эту песню люблю. Почему? Я, так, подумать страшно мне теперь, когда бы не ту открыл я дверь, как в Венспус. Не той улицы, пришел, прошел, Христа не встретил, не нашел. То есть я уже не о невесте говорю, а о Христе. Моя душа унивестилась. Вот, перейди только точно. Была ли у него встреча, какая со Христом? Эту встречу нужно искать. Она дает рождение свыше. Эту встречу нужно искать, потому что это дает отверстие. А, да. Припомни, где тебя Господь касался. Я помню, меня везли, арестовали. В армии еще был когда. И в одном купе сидели старенькие, старенькие, два немца. Дедушка и бабушка. И они сказали, что я русский здесь. А они говорят, нет, ты немец. Я благодарен Богу за это учительницу, которая для меня дала урок на высшем уровне. Немка, которая отсюда за офицером была, офицер, русский офицер, там она... Такие моменты были в жизни, которые потом припоминаются. Я думала, что это были ступени, окна, через которые я уже пробивался свет, но Евангелия не было. То есть, в этих моментах, когда я взял с собой немку, жила Лида Мауэр по деревке. Она в матеря мне годилась, старшая. И ей мы... Я достала ей Библию на немецком языке. Большая Библия, просто большая. Круто. Для Лида Мауэр. И она к нам приходила в Потеряевку, когда воскресенье служба там нет. И мы с ней сборник духовных песен на немецком языке, мы с ней вместе пели. У меня в саду было сто двадцать три споречника. Показать сначала, какая Библия. Вот оно, пожалуйста. Узер и тендер для них. Сейчас. Гай. Тафор вор предисловия. Это из двой лет. Так, ооо, сколько предисловий это у него. Ворога. Оо... Ооо... Поехали. 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 Ну ладно. Тестиванки, Леуминас, Иоганнес 6. Иванович на земные посещения, Иисус обжал на других землях, В Калинском Сете, Он обжал в Тибири. И им велико многим волк. Потому что они знали, И он подошел в больницу, и вот он подошел в пакет, и он подошел в пакет, и он подошел в пакет. У вас в Устительности планета? Может какой-то есть? Я в луку сливается, не вижу. У меня в машине специальная есть. Я больше тысячи слов потратил на компьютер, и как ему все это слилось. Вы поняли бы, что считал-то? Я не вижу, у меня Бог посливается. Слава Тебе! За великой и разрешенной милости Твои, за этот прекрасный день, что привел нас на это место. Помоги нам, Господи, дабы мы могли возвратиться к своим жилищам. Да тут будут благословены все находящиеся здесь, и все, что есть у них, дабы не выбили нуждающихся, и чтобы руки их не были сжатыми при отдаче. Уцеломудрие нас во спасение. Дух Святой доведет нас в землю правды. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аминь.